Всем привет! Сегодня я хочу вам немножко рассказать про отличие резин Econosil и Quixil от фирмы Castaldo. Дело в том, что эти резины от одного производителя отличаются по способу вулканизации. То есть, как вы помните, Quixil вулканизируется при комнатной температуре, а резина Econosil требует вулканизатора с температурой вулканизации 167 градусов. И в домашних условиях с ней работать довольно таки проблематично, потому что сделать это без вулканизатора с помощью каких-то подручных средств не всегда удается. Есть еще одно отличие, которое их отличает. Резина Castaldo Quixil зеленая, она записана как безусадочная, хотя на самом деле небольшая усадка все-таки у нее есть постепенно. Из нее в течение времени выходит эта вот пропитка силиконовая масляная и она немножечко уменьшается в размерах, потому что я могу это судить, потому что много лет с ней работаю и вижу небольшое изменение в размерах форм, но она не такое значительное. А резина Econosil она является усадочной. И если, скажем так, работать не с пьютером, как я, с оловом и оловом, коэффициент расширения, сжатия после кристаллизации, такой, что отливка практически соответствует размеру мастер-модели, оловянная отливка, то если работать с серебром или с бронзой, то есть такие усадки, которые уменьшают размер готового изделия, то есть у вас мастер-модель, допустим, 10 миллиметров, а готовое изделие, восковка будет немножко меньше, потому что воск усаживается при затвердевании, затвердений, вот. И плюс еще бронза при отливке тоже имеет усадку и, соответственно, у вас изделие получится меньшего размера. Я хотел показать как раз отличие. Вот здесь видно, допустим, что вроде они формы стандартные, поскольку они сделаны в стандартную алюминиевую форму, что квиксил, что Econosil, вот. Но, тем не менее, все-таки усадка у резины есть самой. Здесь видно, что зазор получается. Соответственно, как бы я их использую иногда, когда мне сильно это нужно, но открываются щели, поскольку все рассчитано у нас на квиксил, они хорошо у меня друг к другу подогнаны, планшайба подогнана под эти резинки зеленые, а красные у меня немножко как бы имеют зазоры и поэтому происходят то утечки металла, то их надо что-то подкладывать, какие-то маленькие тоненькие прокладочки, чтобы придвинуть их, чтобы закрыть все щели. Вот. И есть еще усадка по размерам отливок. Вот у меня здесь две пуговки отлитые. Вот. Они практически одинаковы, то есть как бы сделаны-то они с одной мастер-модели, но размер у них отличается. Мы сейчас можем это все замерить и проверить. Вот сейчас я замерил, как бы вам не показывать, потому что снимаю одной рукой, держу камеру другой, все эти штуки. Короче, замерил я разницу. У отливки, которая сделана в резину красного цвета, усадка больше и отливка получилась, то есть усадка самой резины. Вот. Мы еще не берем, то есть они в принципе должны были получиться одинаково, если бы они были бы отлиты в зеленую. Вот. Но эти пуговки уже различаются по размеру. Усадка резины такова, что размер отлитой в красную резину у нас пуговки 8,4 миллиметра диаметр шляпки, а в зеленую 8,7. То есть 0,3 миллиметра уже ушло. И это только на том же материале, то есть все олово. Оно имеет одинаковую усадку и пофиг куда отливаться, но сама резинка уже уменьшилась в размере, соответственно отливка будет меньше. Вот. А если вы работаете, делаете сначала черновую форму, потом дополировываете отливку и снимаете с нее с хорошей уже отливки, делаете еще одну резинку, как бы с которой вы потом будете работать постоянно, то усадки могут очень сильно уменьшить размер, это надо учитывать. Вот. И еще хочу рассказать такую хитрость, чтобы они не распространялся обычно. Вот. Обычно, нет, просто вчера повесил видео предыдущее про эти резинки и спросили у меня в комментариях, каким образом можно работать с резинами Касталья, как их вообще вулканизировать в домашних условиях, то есть там какими-то вулканизаторами для велосипедных шин. Вот. Я вам хочу раскрыть секрет. Вот эти резинки я делал сам. Я делал это с помощью такого инструмента, который называется сварочник для пластиковых труб ПВХ. Сейчас вам его покажу. Покажу не его, как бы не тем, которым я работал, но то, что такое есть. Вот он, аппарат для сварки пластиковых труб. Это дешевый, как бы, китайский вариант. Вот. Самая хитрость в нем то, что, ну, казалось бы, да, но почему, типа, именно его, почему там не какими-то утюгами и все такое. У него есть очень хорошая штука, которую я раньше не знал, потому и очень сильно обрадовался. У него есть регулятор температуры нагрева. Вот. Обычно вся сложность именно в том, чтобы подобрать температуру нагрева такая, чтобы она соответствовала вулканизации. То есть на утюге там нет делений по градусам, там есть просто режимы 1, 2, 3. Вот. И вы уже, говорится, просто знаете, что на втором там можно синтетику гладить, а на третьем уже можно хлопок и лен. Вот. Здесь есть регулятор температуры, который позволяет вам выставить температуру, которая у вас будет нагреваться пластина, соответственно, подобрать под температуру вулканизации. Вот. У меня вулканизатор, которым я пользовался, сейчас я его отдал, я его брал. Вот. Этот тоже, кстати, не мой. Вот. Я брал, у него было намного больше размер нагревательной пластины, то есть она была широкая. Она позволяла мне на нее зажать рамку алюминиевую, с алюминиевыми, ну, на самом деле, не алюминиевыми, титановыми пластинами, которые я пользуюсь. Вот. И вот в ней я как раз и смог вулканизировать эти формы из резины Кастальда и Канасил. Вот. Режим, как бы, там все на резине все написано. Кстати, сейчас даже могу резину показать. Вот. Резина Кастальда и Канасил, она вот продается в длинных листах, то есть это не целиком полоса, этот кусок от нее отрезанный уже. Там между двумя оболочками такой листовой сырой материал, резиновый, который отрезается с помощью шпателей и закладывается в форму. И вот температура вулканизации ее, сейчас вам скажу, вот здесь написано, так, наверное, не наведется сейчас, 165-177 градусов по Цельсию. В течение 15 минут запекается один слой. То есть, если у вас вот таких слоев, они примерно где-то 4-5 миллиметров с толщиной, в форме, допустим, 4 слоя или 3 слоя. Вот вы рассчитываете, то есть один слой 15 минут, два слоя тоже полчаса, три слоя это 45 минут и так далее. Вот. Так что можно использовать вот такие замечательные штуки. Главное, чтобы они у вас были хорошие, надежные. Вот этот стоил китайский вариант аппарата для сварки пластиковых труб. Что-то в районе 900 рублей. Если вы разоритесь на 2000, то вы сможете купить себе нормальный. Или взять у кого-то можно, в принципе. Они сейчас у многих есть, кто себе делал трубную проводку по дому. Вот. Вот такая вот хитрость. Но учитывайте все эти усадки. Это бывает иногда очень важно. Если у вас, например, детали должны с чем-то сочетаться, не просто сама по себе какая-то. Если у вас просто подвеска какая-то, там, оловянная или что-то какие-то, единичные, штучные, не сочетающиеся с другими по размеру, то пофигу можно делать. Либо используйте все красные с резиной коносил, либо все зеленые. Но это уже ваше личное дело. Бог вам в помощь. Спасибо за внимание.